Друзья, добрый день! Сегодня наш репортаж очередной из сервисного центра компании прокатись.ру, город Москва. И сегодня небольшим обзором покажем вам обновленную лодку Волжанка серии 51 FISH. Чем она нам стала интересна в этот раз? У нее есть определенный набор опций и определенные изменения, которые идут в модели 2018 года. Какие обновления у нас произошли в 2017-2018 году? Во-первых, это покраска корпуса. В 2018 году корпус будет покрашен изнутри, снаружи будет у нас идти пленка. Здесь еще корпус покрашен. Возможно, что-то останется. На этой лодке у нас установлен ходовой тент. Соответственно, крепление ходового тента у нас идет по комиксу. Клепки мы используем из державейки и кнопки для крепежа ходового тента. Значит, на этой лодке установлен гудок. Также на лодке установили якорную лебедку Stranger с якорем на 8 кг и с дистанционным управлением. Сейчас мы посмотрим все это изнутри. На лодке установлен двигатель Mercury мощностью 80 лошадиных сил. Все соединено через специальную гофру. Нигде троса, провода не болтаются, все очень аккуратно. В корме установлено топливный бак, заливная горловина топливного бака и технологический люк для обслуживания водоотливной помпы. Установили по просьбе покупателя держатели спиннингов с двух сторон, слева и справа борта, швартовые утки. Ну все, полезли внутрь, так сказать. Посмотрим, что там у нас интересно. Вот таким вот образом складывается ходовой тент. Он помогает отдыхать спине, то есть он лежит за спиной. Данная лодка вставляется с мягкими накладками, которые сейчас показаны на видео. И в корме большой-пребольшой рундук. Значит, по краям стоят амортизаторы. Края у фанеры обработаны. Замки все из нержавейки. Здесь у нас размыкатель массы, стандартная колодка под предохранителя, аккумулятор закреплен, специальные ремни. То есть он вообще неподвижен будет. Так, в лодке у нас идут фанерные полы. Мы, кстати, видим, как фанерные полы чувствительны к внешним воздействиям. То есть это песок с пола, отпечатки от ботинок. На Моридеке, конечно, такого нет. На Моридеке более симпатичные все. Ну, стандартное кресло, складывающееся. Это не серия Fish Pro. Кресла, естественно, снимаются. По бокам у нас идут ниши для спиннингов, какого-то оборудования, коробочек, снастей. В левой консоли у нас перчаточный ящик, в котором, опять же, края все обработаны. Так он аккуратненько откидывается с замочкой. Так, на правой консоли у нас установлена холод лорик девятый, кнопка, дублирующая лебедку, сброс, подъем лебедки и панель переключателей. Панель переключателей здесь достаточно большая. Здесь ходовые топовые огни, водоотливная помпа, горн. Горн в комплектацию. И два контура на аэраторе. На этой лодке установлен как раз аэратор в дополнительной комплектации. Так, а из приборов у нас тахометр, указатель уровня топлива. Здесь стоит указатель уровня топлива. Объем бака 75 литров в лодке Волженко. Обратим внимание на швы. Как многие пишут, монетка к монетке. Нормальные, хорошие, качественные швы. Сварные. Так, эхолот лоренс элит 9ти. Установлен на кронштейне, который разработан в нашей компании. Достаточно массивная, выдерживает головы 9-10-7 дюймов. Разъем прикуривателя, который доступен можно. USB для различных мобильных телефонов, планшетов. Конструкция очень мощная. На серьезной волне это не оторвет точно. Так, пульт дистанционного управления от Mercury у нас закреплен на правом борту. Провод, троса все уходят в нишу. Соответственно, на этой ниши все свободны. Значит, в носовой части у нас видны технологические лючки. Так как в лодке присутствует аэратор, то по центру у нас экологический лючок. В нем мы видим следующий гер. Здесь подача воды, контр-аэрация, шаровые краны. Так, что у нас интересно в носовой части? Ну, первое, то, что она у нас самая отливная, сделана полностью в алюминии. И вместо стандартного рундука здесь организован аэратор. Давайте посмотрим. Так, это у нас пробка слива. Ключи. Крышку закрываю, чтобы рунда не убежала. В принципе, этот аэратор можно использовать и как рундук для вещей. Вот так вот. Ну и отверстия сливные с носовой палубой. Так, закрываем аэратор. Так, ну и стандартный для лодок волжанка серии Fish и Legend Fish. Якорный рундук. И на носовой площадке установлена лебедка Stranger. Напомню, 35-й. Вот так вот натоптали, поэтому есть смысл покрывать каким-то ковровым покрытием. На правом кренолине здесь установлен трап телескопический из нержавеющих материала. Клотиковый огонь съемный. Ну и второй держатель пинга. Врезной. Опять же покажем, как это красиво все заходит в двигатель Mercury. Нигде ничего не торчит. На трансе установлен датчик. Трандьюсер. Вот Eholota Cartlotter Lawrence серии TI 9. Дополнительный транец. Ручка. Для того, чтобы было удобно вылезать как с левой стороны, так и с правой стороны. Сливное отверстие отвода отливной помпы. Здесь у нас идет по правому борту гудок. Сливные отверстия с носового кокпита, с носовой палубы. Ходовые огни. Так, ну вот такой вот кратенький обзорчик лодки Волжанка 51Fish с различными дополнениями на 2018 год. С опциями аэратор в носовой части, гудок, ходовой тент и под двигатель Mercury 80 лошадиных сил. Надеемся, вам понравилось. За 395 тысяч рублей можно себе купить отличную лодку Волжанка из алюминия. Повторимся, дно 4 миллиметра, борт 3 миллиметра. Максимальная мощность двигателя 90 лошадиных сил, бак 75. Скорость под 90 где-то в районе 73-74 км в час. Под 80-ка, напомним, 65-67 км в час. Стандартно. Вот такое счастье можно приобрести в нашей компании прокатист.ру. Официального дилера компании Волжанка, компании Mercury, город Москва, МКАД 14 км. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями на нашем сайте www.prokates.ru. Обращайте внимание на акции всевозможные, которые мы устраиваем и будем устраивать и радовать вас ценами. Всем удачи, пока, встретимся на воде.